В Белокурихе у Недина, это тоже 50-е годы, раскрытые кусты 2-3 дня обсушивали и притеняли соломенными матами для задержки распускания глазков. То есть тоже убирали земли, тогда только земляное укрытие. И вот он придумал, видимо, может быть, с юга России, или где-то он оттуда приезжий, и накрывал соломенными матами для задержки распускания глазков. То есть он на неделю-полторы задерживал, и тем самым сберегал виноград потом от удара сильными весенними заморозками. Такой прием. Но он потом еще и похитрее стал делать, он эти маты стал сохранять подольше и вообще для защиты от заморозков. И вот это было первое интересное технологическое решение для защиты винограда от заморозков в Сибири. Шаров в 70-х, 80-х годах после раскрытия подвешивал пучки ветвей на первую проволоку шпалеры. А после просушки опускал их в канавку, где выкрывал старой травой от заморозков. Вот такой творческий прием у Федоровича. Я его не трогал, потому что тут снег лежал. Он и сейчас все снег лежит. Я его даже немножко воссоздал, как я каждый год делаю, вместо железок посыпал земли. То есть это вот каждый год я, как в середине апреля, прихожу на участок, и примерно мой виноградник вот такой, как здесь. И вот как я действую. Вот такой ясный, теплый день, как раз подходящий, в середине апреля. Я, значит, счищаю его тут ясный. День у нас краешков, накидок, в каньего. Вот. Здесь я выкачел, ничего нету. Дальше. Вот мы эти куски открыли, посмотрели. Мышиных гнезд нет, слава богу, погрызов нет. И теперь надо обработать. Вот. За ним обрабатывается земля под кустами. Вот такая вот обработка 3% железным купоросом. Он быстро высыхает. Такой налет серый остается. И это хорошая профилактика для грибной инфекции, для противодействия. Вот здесь куст растет. Вот этот вот, масон я его назвал. Масон такой, как бы, подозрительный сок был, понимаете. Ягода у него коричневая. Вкус какой-то с этим, с мускатным привкусом, какой-то своеобразный. Я его масон назвал. Замечательная устойчивость к милдию и каидингу. Никаких проблем. Но у него американский подоглёк и есть там кровь. Ягоды коричневатые. Ну а вот прошлый сезон был жаркий. Вытрел полностью. Стали тёмно-коричневые. Даже коричнево-красные. Высокая урожайность. Ягоды средние. Так вот. Ну, до 4-5 грамм. Обычные почти. Крупнее обычные. Масон. Вот такой вот. И как видите, у него побеги. Нормальный. Никаких почерневших. Ничего нет. Хорошая зимовка. Ни одной обработки. Два года. Ну вот так вот. Только весной я попрыгаю и всё. А ни в течение сезона ни на зиму не обрабатывал. Вот это замечательный, новейший, современный, южный сорт. Вероника. Очень удачная гибридная форма. Павловского, по-моему. Скрестила намурский виноград с викторией. Устойчивость к деревним заболеваниям отличная. Розовые круглые ягори средней величины. Как видите, чистенькие побеги. Ни одного пятнышка. Ничего нет. Да? Да что, Николай Николаевич, да всё равно надо обрабатывать. Да куда ты денешься? Я говорю, вот подойдите к интурую и посмотрите. Ни одной обработки. Он с земляненький стоит на футбухренном. Вот так и бывает. Вот, вот он вкус. Как-то я на него сразу не обратил внимания. Он вырос большой. И, значит, большой гроздью белых ягод. Я думал, думал, вроде бы породители не очень получается. И думаю, когда-то здесь рос уз Кобзаря и похожи были ягоды. Наверное, где-то от корешка я её выкорчал, отросну и возник. И так это спокойно. А прошлый год был сезон длинный, жаркий. Ягоды-то выиграли раз и розовые стали. И грозди плотные стали. Я думаю, белки зелёные. Я побежал. Характеристку Кобзаря. Грозди, рыхлые ягоды, белые. Ну всегда так было. Короче, говорят, у меня новый гибрид. Да какой ягоды по килограмму? Грозди. Ягоды больше десяти грамм. Охренительно. И источник книги. Я просто шок. Спасибо.